Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 9 ноября по приглашению Хасмжумар Татухаева Владимир Путин посетит Астану с официальным визитом. Запланированы переговоры, в ходе которых лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме онлайн примут участие в работе 19 форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он пройдет в Хостанай. К концу столетия средняя температура в мире может повыситься на 2,5 градуса. Причем в Центральной Азии температура растет быстрее, чем в среднем по миру. Об этом заявляют эксперты на конференции в Абу-Даби, которая посвящена проблеме защиты окружающей среды. Ее участники, религиозные лидеры, особое внимание уделили вопросу перехода от традиционных источников энергии к возобновляемым. Казахстан представляет председатель Сената парламента. Маулина Шибаев отметил значимый вклад нашей страны в борьбу с изменением климата. В своем выступлении он подчеркнул важность проведения мероприятия в условиях геополитической ситуации в мире. Встреча духовных лидеров Уверен, что такие встречи укрепляют межконфессиональный диалог и способствуют поиску эффективных путей решения проблем современного мира. Казахстан отправил миллион долларов гуманитарной помощи Палестине. Средства выделило правительство. Сумму уже перечислили в Ближневосточное агентство ООН. Как отметили в медиа, государства Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива, США, Европейский Союз, Канада, Великобритания, Япония, Россия, Китай и многие другие также приняли решение оказать финансовую и гуманитарную помощь палестинскому народу, пострадавшему в секторе газа и на западном берегу реки Иордан. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе газа, Казахстан также решил не оставаться в стороне и оказать палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов США. Данное решение было озвучено президентом Республики Казахстан Касмжомартом Тукаемым в рамках 10-го саммита Организации Тюркских Государств. А в Непале завершили поисково-спасательные работы после землетрясения. Теперь службы реагирования готовятся к оказанию помощи выжившим. Люди в ожидании продуктов питания и медицинской помощи. Подробнее о последствиях землетрясения в Непале материали наших международных обозревателей. Программа помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения запущена в Непале. Каждой семье погибших выделят по полторы тысячи долларов. Столичные больницы готовы принимать пациентов. Раненым окажут бесплатную медпомощь. Мы готовим к отправке еду и лекарства в пострадавшие районы. Также задействованы различные волонтерские организации. Они готовят палатки, в которых люди смогут временно проживать. По последним данным число жертв достигло 157. Тысячи людей остались без крова. Больше всего пострадавших в труднодоступных районах Джаджаркот и Рукум, которые расположены недалеко от столицы Катманду. Напомню, землетрясение магнитудой 6,4 в Непале произошло на прошлой неделе. Подземные толчки ощущались даже в индийской столице Нью-Дели. Поисково-спасательная операция была затруднена оползнями. Когда мы спали, вдруг раздался громкий шум. При первом же толчке часть дома обрушилась. Несколько камней упали на место, где мы спали. В результате мы получили травмы. Но нам повезло, что они оказались легкими. У нас ничего не осталось. Тяжело дышать из-за пыли. Дети голодные. У нас нет ни жилья, ни еды, ни одежды. Гуманитарную помощь Непалу предложили соседние страны – Китай и Индия. Последняя уже отправила в Катманду военный самолет с лекарствами и предметами первой необходимости. Отмечу причины землетрясений в Непале. Эксперты объясняют его географическое положение. Страна находится на стыке двух тектонических плит, которые постоянно движутся. Процесс продолжается и сегодня, что приводит к регулярным землетрясениям в регионе. Сандугаш Байгуаныш, Хабар-24. Еще о событиях в мире. Снежные бури обрушились на северо-восточные регионы Китая. Свыше 400 авиарейсов перенесены в нескольких городах закрытой школы. Наблюдается сильное понижение температуры воздуха. Власти выпустили предупреждение повышенного уровня из-за погоды и призвали людей оставаться дома. Метеорологические службы Китая заявили, в некоторых районах может выпасть до 10 сантиметров снега. Из-за холодов подачу тепла в Пекине начнут раньше обычного. Министерства по чрезвычайным ситуациям задействовали ресурсы для бесперебойной подачи воды, электричества и газа. Больше 530 нелегальных мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза. Они прибыли на рыболовном судне из Ливии, сообщила береговая охрана Италии. Среди нелегалов 5 женщин и 6 родителей. Люди рассказывают, что за переправу каждый из них заплатил от 4 до 7 тысяч евро. Проблема нелегальной миграции остается наиболее актуальной в Италии. По данным местного министерства внутренних дел, в страну в этом году по морю прибыли около 107 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вернемся в Казахстан. Около полутора тысяч нарушений с начала года выявили при импорте в нашу страну пищевой продукции. Кроме того, за последние годы завезены новые опасные виды вредных организмов, для борьбы с которыми отечественные специалисты методов еще не разработали. Проблему безопасности пищевой продукции подняли парламентарии на очередном выездном заседании. Депутаты побывали в первой казахстанско-китайской лаборатории при Агротехническом университете имени Сейфулина. Продуктовый рынок страны продолжает зависеть от импорта. В то же время отечественные товаропроизводители не могут наращивать экспорт продукции. Она не всегда соответствует стандартам зарубежных партнеров. Необходимо повышать уровень ветеринарной и фитосанитарной защиты. Кроме того, модернизировать лаборатории и переучивать специалистов, считают эксперты. Китайские стандарты ветеринарные считаются одними из самых высоких в мире. Это я к чему говорю? Потому что мы сейчас смотрим деятельность нашей первой совместной китайской лаборатории на базе университета Сейфулина. Почему? Потому что они жесточайшие. Потому что это самый большой рынок в мире, можно сказать. Он практически бездонный. Там всю продукцию можно отвозить, но туда пробиться очень сложно. По тому же меду, по тому же мясу, по тому же молоку. У них требования жесткие. А наши лаборатории, наши соответствующие организации пока не могут обеспечить должный уровень лабораторных исследований. На базе нашей лаборатории разрабатываются отечественные тест-системы, экспресс-тесты. ИХ-диагностика по болезням, паразитологическим болезням и инфекционным болезням. Мы можем в течение 10 минут сказать, содержатся ли антибиотики в мясе или в молоке. К мониторингу радиационной обстановки в Усть-Каменогорске привлекут санитарные службы. Об этом заявили в департаменте экологии. Напомню, местный правозащитник Алексей Башков в судебном порядке добился от Экимата создания новых карт восьми точек радиационного загрязнения города и обозначения этих территорий предупреждающими знаками. Речь идет о бывших востохранилищах металлургических производств, расположенных в черте города. Согласно официальным ответам местной администрации, к дезактивации опасных участков приступят не раньше следующего года. Необходимо скорректировать бюджет. Мы договорились с местным исполнительным органом о том, что в плане мероприятий по улучшению ЭК обстановки будут предусмотрены мероприятия по проведению инвентаризации, повторной инвентаризации всех очагов радиационного загрязнения. То есть это будет в 2024 году, мы планируем, что со стороны местного исполнительного органа будут выделены деньги. Как бы там ни было, какой бы орган это ни определился, все равно будут проводиться работы по очистке этих участков. Каждый третий сотрудник карагандинского отделения КТЖ фиктивно лечился в санаториях. Транспортные прокуроры сверили отчеты национальной компании и данные курортных организаций. Тогда и стало понятно, что часть работников поправила здоровье лишь на бумаге. Между тем, по условиям коллективного договора, каждые три года железнодорожники должны получать или льготные путевки в санатории, или материальную помощь в размере 207 тысяч тенге. Региональной транспортной прокуратурой установлены 100 фиктивных отчетов работников железнодорожной сферы Карагандинской области о получении услуг курортных организаций. По признакам мошенничества начато досудебное расследование, проведение которого поручено полиции на транспорте. В Таразе не смогли вовремя завершить капитальный ремонт специализированного дома ребенка МЭТ. Реконструкцию за 414 миллионов тенге начали в апреле этого года и должны были закончить в июле. Но подрядчики не успели и дополнительно попросили еще три месяца. Полную же реконструкцию должны были завершить 21 октября, однако и эти сроки сорвали. По словам представителей дома ребенка, у подрядчика не хватило рабочих. В самой же строительной компании отметили, что одной из причин затянувшегося ремонта стал переезд детей из одного корпуса в другой. Ремонт в доме ребенка должны были завершить 21 октября, но работы до сих пор не закончены. Мы подали на подрядчика в суд. В таком состоянии объект принимать не будем. Этот блок мы полностью завершили. Там, где есть дефекты, мы их устраним в течение 2-4 дней. В целом обещаем закончить ремонт за неделю. В области ЖТСУ растет заболеваемость корио среди населения. Если в прошлом году в регионе не было ни одного случая, то в этом, по первичным диагнозам, уже зарегистрировано 317 заразившихся. Из них лабораторно подтверждено 229. По словам специалистов, большая часть заболевших не привитые. Сейчас в регионе началась разъяснительная работа среди населения по вакцинации от опасного заболевания. В данное время ожидается поступление вакцины. Как прибудет вакцина, мы будем проводить массовую иммунизацию. Сейчас определяем контингент подлежащий, посписочный. И вакцинация будет проводиться в ноябре-декабре месяцах. А на востоке Казахстана из-за вспышки корио уже началась дополнительная вакцинация детей. В регионе с начала года зафиксировано уже 56 случаев заболевания. 45 из этих пациентов – дети. Причем почти все непривитые. Поэтому очень важно не пропускать плановые процедуры в год и 6 лет, говорят врачи. Сейчас у родителей есть возможность вакцинировать малышей от 6 до 11 месяцев. Сейчас в больницах с диагнозом корио находятся 8 человек. Их состояние оценивается как стабильное средней тяжести. Но заболевания опасны своими возможными осложнениями, которые могут привести даже к летальному исходу. Поэтому рисковать в данном случае опасно, говорят медики. К слову, вирусная инфекция не регистрировалась в регионе последние 3 года. До этого вспышка была в 2019 году. Корио – это вакцина, управляемая инфекцией. После получения вакцины ребенок, получается, не заболеет. Либо он перенесет эту инфекцию в облегченной форме. А если человек переболел, то он приобретет пожизненный стойкий иммунитет. На сегодняшний день на областном складе хранится 2700 вакцин. Другим темам. Высшую школу искусственного интеллекта и информатики открыли в Казларде. Проект реализовал Национальный фонд исследований Республики Корея при поддержке Министерства науки и высшего образования нашей страны. У казахстанских студентов появится доступ к передовым знаниям и IT-технологиям, а также возможность для проведения совместных исследований. Высшая школа будет функционировать как филиал Сеульского национального университета науки и технологий. Это, считают специалисты, может превратить Казларду в региональный IT-хаб и привлечь абитуриентов не только из других городов, но и ближнего зарубежья. Развитие технологий искусственного интеллекта, как отметил наш президент, в своем послании народу Казахстана имеет стратегически важное значение. Семилетняя программа подготовки кадров нового формата позволит школе не только самостоятельно функционировать в дальнейшем, но и проводить здесь собственные прикладные научные исследования. В школе откроют четыре факультета, на базе которых будут реализованы все образовательные программы. Эта школа будет специализироваться на подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и информатики. Каждый четвертый казахстанец имеет высшее образование. Такие данные опубликовали в Бюро над статистикой. Согласно переписи населения, по итогам 2021 года, диплом вуза был у 3 миллионов 700 тысяч человек. Чуть больше 4 миллионов получили среднее специальное образование и 4,9 миллиона среднее. По подсчетам статистов, доля населения с высшим образованием выросла почти до 30% в сравнении с 2009 годом. Если смотреть в разрезе регионов, то наибольшая концентрация казахстанцев, имеющих высшее образование, в Алматинской области почти 405 тысяч человек. Но по доле населения лидирует в столице. Больше четверти останчан с дипломами об окончании вуза. Результаты переписи также показали одинаковую долю мужчин и женщин с высшим образованием. На тысячу человек приходится 276 человек, имеющих высшее образование. В 2009 году этот показатель составлял 198 человек. Среди регионов лидирует Алматинская область по количеству людей, имеющих высшее образование. По доле населения, имеющих высшее образование, лидирует город Астана. Свыше 120 тысяч человек, имеющих высшее образование, из них 78% магистранты. Историю Казахстана, казахский язык и литературу будут преподавать во всех школах Байконнера. Причем независимо от действующего стандарта обучения, казахстанского или российского. Договорились об этом на заседании Межправительственной комиссии двух стран. Какие еще изменения ожидают наших соотечественников в Звездном городке, узнавала моя коллега Райхан Тажбаева. Особый статус и две системы образования. По казахстанским стандартам работают пять школ Байконнера, по российским – семь. Последних знаний получает свыше двух тысяч наших соотечественников. Теперь у них появилась возможность изучать историю Казахстана, родной язык и литературу. В настоящее время эти предметы уже внедрены в школе номер семь имени Янгеля. Обучение ведется среди учеников пятых, шестых, восьмых и девятых классов. В дальнейшем эти учебные дисциплины и в остальных российских школах Байконнера. По всем школам проведем опросы у детей, кто изъявит желание, будет обучаться по этим предметам полностью. И российская сторона полностью обеспечит книжками и преподавательностью. Это даст хорошую возможность для наших детей, для городских детей, дальше обучиться наших казахстанских вузов. Изменения коснулись не только образовательной сферы. Произошли они и в жизни самого Байконнера. На его улицах появились вывески, рекламные и информационные щиты на казахском языке. Впервые за последние 30 лет улицам города присвоены имена казахских поэтов и героев войны. Появились улицы имени Маншукмаметовой, Алии Молдоголовы, Бауржана Мамышулы и Хоркатата. Они напоминают нам о подвигах наших соотечественников и великих людей. Новшество нас очень порадовало. Вместе с тем теперь в Байконнере будут праздновать национальные и государственные праздники Казахстана. Есть изменения в двухстороннем соглашении, которое позволит казнардинским школьникам посещать с экскурсией космодром. Райхан Тажбаева, Аханалиев, Казлардинская область, Хабар, 24. Продолжаем выпуск. Семейный фестиваль для жителей Кунаева организовали от Басыбанк и строительная компания КАССМУ. Праздник приурочили в 20-летие создания банка и Международному дню сбережений. На мероприятии чествовали участников программ «Галата уже старая» и с дипломом в село. Гостей развлекали викторинами и песнями популярных казахстанских артистов. «Отбасы-фест» стал самым масштабным мероприятием года в новом административном центре Алматинской области. На сцене выступили популярные звезды эстрады. Жители активно участвовали в разных конкурсах и получили памятные подарки. Некоторые гости фестиваля делились своими историями покупки жилья с помощью «Отбасы-банка». «Я купила жилье по программе «Отбасы-банк». Рада, что у меня теперь собственная квартира. Условия кредитования для молодежи очень выгодные. Советую и другим открыть счет в этом банке и копить на будущее жилье». Программа «Отбасы-фест» — это проект «Отбасы-банка» и «Экемата» Алматинской области для поддержки молодежи. В этом году новоселье отметили 50 участников. Финансирование программы продолжится и в следующем году. «Данная программа направлена на кредитование именно молодежи области до 35 лет в любой сфере. Это льготная программа. Ставка кредитования по ней составляет 5% годовых и первоначальный взнос — 10%. Если это жилье на первичном рынке, то это 0% первоначального взноса». «Отбасы-банк» с этого года стал оператором программы с дипломом в село. На сегодня более 1300 жителей казахстанских сел получили доступные займы и приобрели свое жилье. Некоторых из них с новосельем поздравили и участники прошедшего в Кунаеве от «Басы-феста». В Чизказганском перинатальном центре на свет появилась девочка весом почти 6 килограммов. По словам врачей, роды прошли успешно и маму с ребенком уже выписали. Крупные младенцы сейчас не редкость, говорят специалисты. Это, конечно, добавляет риски, но медработники с ними успешно справляются. В последние несколько лет в регионе увеличивается рождаемость. С начала года на свет появились 2815 детей. Для оказания квалифицированной медицинской помощи новорожденным и их мамам в регион привлекают специалистов. Так, недавно к работе там приступили два врача-акушера-гинеколога, которые воспользовались господдержкой в виде подъемных в размере 5 миллионов тенге. Дополнительно на эти цели выделили еще 20 миллионов. Рождаемость в нашем родильном доме растет ежегодно. Наши врачи, они квалифицированные, оказывают экстренную и плановую помощь беременным роженицам. За 9 месяцев мы не допустили материнскую смертность, снижаем младенческую смертность очень низкая сейчас. Это, думаю, благодаря наших квалифицированных врачей. 8-миллионного пассажира с начала этого года встретила сегодня воздушная гавань Алматы. Им стал казахстанец Хайрат Манабаев, который прилетел из Уральска. В подарок от руководства аэропорта он получил сертификат на туристическую поездку в Грузию. В настоящее время управляющая компания ведет строительство нового пассажирского терминала, который планируют запустить летом следующего года. Он сможет одновременно принимать до 7 самолетов, в зависимости от размера и типа борта. Таким образом, общая пропускная способность увеличится до 14 миллионов пассажиров в год. Новый терминал необходим Алма-Атинскому аэропорту. Поэтому мы сейчас ускоренными темпами пытаемся завершить его строительство до запланированных сроков. На данный момент большая часть строительства завершена. Мы планируем открыть новый терминал в начале летнего туристического сезона. В завершение выпуска полярное сияние наблюдали накануне вечером жители Североказахстанской области. Небо окрасилось в красный с переливом в зеленые цвета. Красочными фото активно делятся жители сел, где явление было особенно хорошо видно. Ученые объясняют, что вызвано такое сияние геомагнитной бури и случается на севере страны один раз в несколько лет. Последние запечатлели в 2016 году. Сегодня, по прогнозам, буря продолжится, поэтому есть шанс увидеть полярное сияние и этой ночью. Для меня это похоже, как подняться на вершину горы и смотреть на природу, например. Это какое-то такое духовное поднятие, что ли, когда ты такое лицезреешь. И я считаю, что люди, которые упустили этот шанс увидеть северное сияние в Казахстане, они многое потеряли. Если посмотреть на Землю из космоса, то вокруг магнитных полюсов Земли существует такая область светящаяся, так называемая магнитная каспа, где высыпаются высокоэнергетичные частицы, прежде всего протоны, облаков солнечного ветра. Так, свечение возникает из-за того, что эти частицы взаимодействуют с тем самым кислородом, которым мы дышим, и с азотом. Сегодня я с удивлением узнал, что полярное сияние наблюдалось и на юге Казахстана. Но это уже подлинно сенсация. К этому сейчас у нас все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok